Всех приветствую на своем канале. Поступил мне запрос от девочки одной. Ну, детям, конечно, в большей части лучше отказывать, но по такой просьбе я считаю, что все-таки надо помочь человеку. В общем, существует такой фестиваль собачьего мяса, проводящийся в Китае. Я погуглила в Яндекс, как обычно, думала, что это все-таки древняя такая традиция, но оказалось, что это торговцы изобрели такую традицию в году 2010-м, по другой версии в 90-х годах. Чтобы возвысить свой бизнес. В общем, как я поняла, где-то числа 22-го до 21-го июня происходит такое действие. Отлавливают собак и кошек. Собак я не очень люблю, но все-таки против такого зверства. Отлавливают собак и кошек, держат их где-то там в клетках и потом уже заживо их убивают. Соответственно, зирают кожу, потом их хавают. В принципе, мы хаваем и свиней, и барашков, и прочих. И ничего вроде как-то, никто по этому поводу, ну я про зеленых не говорю, ничего такого не вякает. Я, конечно, не особо одобряю зеленых, но это сейчас разговор не об этом. Короче говоря, ребята, если вам не сложно, подпишите, пожалуйста, петицию против фестиваля собачьего мяса. Как я поняла, против него выступали уже многие страны. В прошлом году, кажется, Великобритания тоже писала петицию на закрытие. Кто-то даже из самих китайцев выкупал этих собак, если погулять по сайтам, то в принципе информации много. Ссылку на петицию я оставлю под видео. И ссылку на страничку девочки ВКонтакте, которая этим всем как бы занимается тоже. Если у вас возникнут какие-то вопросы, то можете напрямую писать ей. И, соответственно, это все делается с ее подачи. И вот, я тут так написала. Даже смайлик в другую сторону. Народ, подпишите, пожалуйста, петицию. Бла-бла-бла. Короче, в принципе, действительно, то, что там делают, ужасно. Это по 15 тысяч животных вот в эти дни рикошетят. Я считаю, что это действительно очень плохо. Ну, я могу вообще показать сейчас вам само обращение, которым девочки уступают по поводу защиты этих животных. И то, что я вот нашла просто на самих сайтах. Допустим, вся эта информация. Одно дело, когда животных все-таки едят, действительно, просто едят. Другое дело, когда их забивают. И я не уверена, что там всех-всех этих животных потом постигает участь именно просто как мясо. Вот этот сам текст. Кстати, делаю ссылку и на этот пост. Я, конечно, ну, просто для ознакомления. Плюс еще, соответственно, животных, нисколько там бездомных, допустим, я считаю, что все-таки бешеных и собак, которые гуляют по городу, действительно, надо уничтожать. Но тех собак, которые чьи-то, это все-таки не дело. Там, допустим, у вас есть собака, и ее кто-то стыбрил. Да, это получается, что, в принципе, уже преступление это воровство называется. Тем более кошек. Кошкам я дышу очень неровно. Вот это. Ну, тут весь пост, вот, именно про этот фестиваль. Ну, вот сама эта петиция, она, соответственно, на английском. Я ее уже подписала. Как можно понять, и, допустим, даже вот опубликовать ВКонтакте и прочее. Я думаю, вам это будет несложно, потому что, в принципе, есть люди, которые, даже, возможно, кто-то из вас, кто голосует за эти вот петиции, там, против чего-то или за что-то. А тут, в принципе, в основном гибнут неповинные животные. Я думаю, что это стоящее дело, на которое стоит потратить несколько минут своего времени. Я взорвалась, чтобы выйти на страничку ВКонтакте, потому что у меня вкладка была закрыта. Вот, я думаю, в принципе, даже учитывая мой небольшой тремор, я думаю, там этот текст можно прочитать. В общем, ребята, я на вас очень рассчитываю. У вас у меня где-то тысяча с чем-то. Если каждый пройдет по ссылке и оставит свой голос, я думаю, мы вполне хоть чем-то да поможем этому делу остановить этот кровавый фестиваль. Спасибо за внимание и до новых встреч!